Доброе утро, уважаемые друзья, дорогие коллеги! Рад приветствовать вас в это прекрасное субботнее утро. У нас в Москве сегодня ночью и утром шел дождь. Сейчас выглянул солнышко, погода несколько прохладная, но вот такое у нас сегодня лето. Наш сегодняшний брифинг ставки сделаны. Называется глобальные изменения. Я об этом глобальном изменении хотел бы рассказать, прежде чем мы продолжим говорить про наши рынки. Самое главное глобальное изменение, которое произойдет в эти выходные, пока мы будем отдыхать, это то, что со следующей недели наш брифинг будет проводиться в онлайне в 10.15. То есть в 10 часов 15 минут будет начинаться наш брифинг ставки сделаны. То есть сегодня у нас в 11 часов последний брифинг, а со следующей недели с 13 числа мы вас ждем на нашем брифинге, уважаемые постоянные наши посетители и слушатели и смотрители нашего брифинга в 10.15. Вот так вот. Давайте посмотрим, что у нас было вчера на западных рынках по традиции. Взглянем на эту картинку. Сейчас у вас откроется мой рабочий стол. Вы увидите фьючерс на S&P 500 на своих экранах. Так, как всегда он, когда прячется сначала. Вы видите, что в принципе фьючерс на S&P 500 окончательно провел свой падающий тренд. В общем, я считаю, что это окончательно. И устремился вверх. Была здесь у нас коррекция. И вы помните, что я говорил про уровни, на которых можно открывать свои позиции в случае коррекции. Этот уровень, который я называл, вот он. Это уровень 3 дня назад. Это 70% средней проторговки. Находился он где-то на 1310. Чуть-чуть повыше на 1 пункт. Вот. И этот уровень, как вы видите, вчера во время ночной торговли, ночная торговля вот здесь находится, у нас красная зона. Достаточно долго, достаточно долго мы пилили на этом уровне. Практически всю ночь вот эта пила. Как в этой пиле можно было принять решение о продолжении движения вверх? Давайте покажу вам сейчас ход. Значит, первое, на что мы обращаем внимание, это то, что до этого был почти безоткатный рост. Да. То есть, мы знаем, что в случае тренда вверх крайне редко мы доходим, уходим в зону проторговки предыдущего дня регулярной сессии. Да. Чаще всего мы ударяемся в 70% диапазона. Ну, вот, например, вот здесь вот не дошли даже до 70% диапазона и там дальше тоже не доходили. Вот. И здесь первый раз мы вот стукнулись в это 70% диапазона одного из предыдущих дней при торговке. И, в принципе, это неплохая возможность для входа в лонг. Как этот лонг найти? Сейчас я сделаю покрупнее игрок. Вот так вот. Сделаю график покрупнее. И мы смотрим. Так как мы играем вверх, потому что тренд до этого был вверх, то, соответственно, мы ищем сигналы вверх. Самый простой метод из тех, которые доступны, в принципе, каждому из нас всех, то есть и нас с Олегом, и вас, это, в принципе, можно обращать внимание на стиле. У меня сейчас в нижней части экрана, это вот здесь вот, нарисован Voodoo CCI, такой прекрасный индикатор. В принципе, что такое Voodoo CCI? Это обычный CCI раскрашенный. То есть его раскрасил один из авторов, чему именно это названо? Вуди. Его зовут, этого человека, уже в возрасте товарищ. Вот. Первый сигнал, значит, мы ушли, вот у нас пила, здесь вот у нас движение вниз, вот это вот все, да, под нулевой линией мы движемся, посещаем. Дальше мы выходим вверх и движемся к нулевой черте. И вот здесь вот, вот здесь вот, в нулевой линии рисуется, что у нас? У нас рисуется, значит, Voodoo CCI ушел к нулевой линии и вот так вот загнулся. И это всего в нулевой линии, да. Вот здесь мы покупаем. Вот эта покупка совпадает у нас с этим вот баром. Вот этот бар закрылся, это рейнджи. Десяти рейнджевые бары на S&P 500. Вот в этом баре мы покупаем. Где мы ставим стоп? Стоп мы ставим под пилой. То есть если мы купили где-то на уровне 1310, то стоп у нас где-то на уровне 1305. Вот здесь вот стоп. Второй раз, для тех, кто это не увидел, вторая была попытка, возможность, когда мы пробили вот у этого бара уровень, буквально на пару пипсов пробили, но не вышел у нас первоначальный стоп. Это когда Voodoo CCI ушел вниз и завернул вот так вот, такой вот загиб сделал, да, замедление. Здесь мы тоже покупаем. И дальше он сразу пошел вверх. Вот этот бар. Это вторая возможность была войти в лонг. То есть, надеюсь, понятно, все начертил и нарисовал. Сейчас я сотру, снова покажу эти два интересных бара. Значит, первый это вот здесь вот лонг, то есть буквально вот загиб у нас здесь вот. И второй это вот здесь вот лонг, то есть на закрытии бара вот этого, вот этот лонг. И все. Стоп у нас на 1305. Значит, мы не будем считать, что мы открыли здесь позицию просто по простой причине, потому что два дня выходных мы не сможем ее контролировать. Вот. Но те, кто, то есть мы не сможем ее отслеживать на брифингах, но те, кто у нас торгует фьючерсами на S&P 500, вот, биржи все равно будут продолжать работать западные, в отличие от наших. Поэтому, в принципе, если вы этот вход сделали, то я вас поздравляю. Это замечательный вход, прекрасно вынесло сразу все вверх. Но это только из-за того, что этот тренд был практически безоткатный, и мы взяли фактически, вошли, если на крупном масштабе, то вошли прямо по минимуму. С очень маленькими стопами. Соотношение риска дохода здесь примерно 1 к 20, вот, но, в принципе, возможно даже 1 к 40. То есть это очень-очень хорошее соотношение риска дохода с этой слэш. Давайте посмотрим, что было на других у нас графиках. То есть на других инструментах это евро. Вот, значит, что у нас с евро творится? Да с евро ничего особенного не творится, на самом деле. Вот, достаточно слабо себя чувствует. Да, был коридор вверх, пробили его вниз, и сейчас легкая коррекция вверх. Собственно говоря, здесь лучше оставаться без всяких вообще-то позиций. Для евро пока ничего радостного нет. К сожалению, это так. С нефтью. Нефтью, помните, я вам говорил, то, что если S&P пойдет вверх, то нефть либо будет пилить на тех уровнях, которых есть, либо подтянется за S&P. Ну, в принципе, мы это и наблюдаем. Нефть у нас сейчас в пиле. Да, в принципе, могли бы, если бы не S&P, мы могли бы добить до уровня 80, но S&P нефть спасло покупки на бешеные какие-то на S&P. Они, собственно говоря, поддержали и нефтяные котировки. Поэтому вверх. Ничего по нефти мы в этой пиле не делаем. Ждем следующей недели и посмотрим, как там все сложится. И давайте по золоту. В принципе, идентичная ситуация по золоту. Вот, к сожалению, никаких здесь входов сейчас нет. Вот, находимся в штрюках диапазонных пиле. Вот, и опять же, золото просто спасло то, что в целом настроение вчера было растущее практически на всех рынках. И наиболее оптимистично было S&P. Поэтому, в общем-то, здесь золото тоже, как бы, коррекция предыдущего достаточно сильного пролива была. Если у вас сейчас нет вопросов, то с удовольствием передам слово Олегу. Да. Огромное спасибо за мини-урок. Все очень ясно. Хороших выходных с праздником. Спасибо и вам, Татьяна. Спасибо и вам. Значит, передаю слово Олегу. Он сейчас расскажет про российские рынки. Собственно говоря, что у нас там было вчера, что у нас будет сегодня, и что, в общем-то, мы ожидаем на следующей неделе. Олег, пожалуйста, слово тебе. На российском рынке, к сожалению, не так все оптимистично и интересно, как на S&P. Обычно бывает наоборот. То есть S&P такое вялое движение показывает, а наш рынок волатильное, хорошее движение. Но сейчас ситуация обратная, и это все продолжается. Причину мы уже много раз обсуждали. Вчера давайте перейдем на графики и посмотрим, что происходит. В самом деле, индекс МВБ с огромным трудом караткается наверх. И в основном за счет того, что движется S&P вверх. То есть вот этот тренд краткосрочный, который имел свое начало в сетик-уровне, он пока сохраняется. И разворот вниз будет в том случае, если мы пройдем, попытаемся пройти вот эти уровни 1315-1310. Тогда разворот вниз подтвердится. Сейчас пока постепенно идем наверх, но с бумагами ситуация не очень такая красивая, как с индексом. Ну и по индексу тоже на самом деле. Учитывая, как сейчас ведет себя S&P, как ведут себя наши акции, то все очень как-то некрасиво выглядит. И при малейшем развороте S&P вниз у нас также может рынок посыпаться. Газпром немножко получился, я чувствовал вчера. Причина там о совместном предприятии с японскими компаниями. И за счет этого немного вверх дернули. Но в целом пока все то же самое. Все, что было, вот эта пила здесь, уровень 153, непробитый, но снизу поддержка 149,5. Поэтому сейчас мы находимся у верхней границы этого коридора. И учитывая, что сегодня суббота, и суббота традиционно у нас прямая линия рисуется, и также вышла статистика по Китаю, она с одной стороны не очень хорошая, но с другой стороны там признаки инфляции сейчас меньше, то есть индекс производителей снизился. Но, соответственно, трейдеры могут ожидать этих стимулирующих мер, то, что они оправданы. И по этой причине такого серьезного снижения нет, также как роста. Поэтому пока здесь ситуация такая неопределенная, как была, так осталось уже больше недели. Если брать вот этот участок, фактически с 30 мая «Газпром» стоит на этом уровне уже две недели. Поэтому без каких-то признаков жизни. По Сберу уровень 83,5 по-прежнему в силе, то есть если будет пробой этого уровня на хорошем объеме, можно будет с небольшим стопом войти в движение. Но пока этого не произошло, то есть варианты движения вниз, там к 76 и ниже, они все сохраняются. То есть здесь, если даже входить в текущий момент, то стоп ставить под 80, это еще большой вопрос, потому что пила идет, эта пила, она может продолжаться на этих уровнях и стоп вышибет. Норникель я называл уровень ТС-100, говорил, что есть определенная зона вокруг уровня 5,050 и очень часто бывает так, что рынок вокруг уровня делает небольшие проколы, проходы вверх-вниз, но в целом эта зона всегда существует в большинстве случаев. Сейчас сформирован диапазон вокруг уровня 5,050 и если на часовках будем закрываться выше 5,100, то там можно открыть части подъезда в лонг со стопом ниже 5,050. Вот по лукойлу здесь пока ничего интересного не вижу, кроме того, что мы вокруг своей средней движемся и впереди сопротивление 1755. Так, Роснефть тоже пока в середине диапазона находится. ВТБ, как я уже говорил, сейчас лучше рынка и последние дни. И это хорошо, хорошо, что сюда вернулся спрос и в случае каких-то интересных моментов можно будет делать входы в лонг. Но интересных моментов пока нет, потому что находимся в середине старого коридора и вот этим движением ВТБ догнал рынок, так как вот здесь был перепродан. Поэтому с учетом этого весь входительность всем понятно, потому что входить сейчас, ставить стоп на длинные выходные под этим уровнем, тоже это не лучший проект. Фьючерс РТС здесь в последнее время перед длинными выходными и увеличением гарантийного обеспечения идет сокращение позиции. Там довольно-таки неплохое прошло вот с этих уровней. Поэтому учитывая, что сегодня суббота, скорее всего, тогда до конца дня мы будем торговаться. Ну и какой-то гэп увидим потом, позже. С учетом того, что есть серьезный, я говорю, интерес удержать, говорил об этом, рынок ниже 133, вот и сопротивление, то здесь пока шортить я бы не стал, потому что с Америкой очень ситуация неясная, там идет хорошее движение. В то же время явно причины нет, потому что если движение шло на Китай, то с учетом того, что информация стала известна, движение уже где-то здесь должно было закончиться. Но движение не заканчивается, продолжается. Возможно, что есть какой-то инсайт, который мы еще в ближайшее время узнаем. Поэтому с шортами здесь надо быть осторожным в текущий момент. Но покупать тоже с учетом длинных уходных не лучшее дело. Поэтому получается, что пока без падения. ну и рубль-доллар. Говорили мы о том, что начнем с пила вот в этом коридоре с верхней границы 33 и нижней в районе 32. Вот эта пила началась. И пока здесь, думаю, движение будет продолжаться вот в этом коридоре. Потом, если появятся интересные моменты для выхода из этого коридора, мы их обсудим. Так, ну из второго эшелона интересен Novatec. Интересен он тем, что с точки зрения технической он пробил свой падающий вот этот коридор, падающий тренд. Вышел над уровнем находится 305. То есть с точки зрения техники он может пойти вверх. И есть фундаментальная причина. Это выкуп акций на 600 миллионов долларов. Поэтому с этой точки зрения интересен Novatec. Другое дело, что опять с учетом длинных выходных стопы-то довольно-таки большие получаются. Поэтому посмотрим, как откроется наш рынок. И мы придем на работу в среду и будем там уже какие-то решения принимать. Как-то так. Так, давайте на вопрос отвечу. Какие бумаги купить? Ну, мне из акций нравится Норникель, нравится ВТБ и Novatec. То есть вот эти три акции. Но по всем трем со стопами проблем. Проблема в том, что они довольно-таки большие пока. По рублю-доллару я сказал, что пока либо в этом коридоре торговать, либо ничего не делать. Потому что пока торговля в этом коридоре будет в районе 33-32 снизу. Какие-то среднесрочные или долгосрочные позиции занимать я пока там не стал. Надо посмотреть, куда из этого коридора мы выйдем. Поэтому по поводу перекладки тоже здесь большой вопрос. Надо посмотреть, куда выйдем из коридора. Там уже перекладывался. До свидания. Хороших выходных. Мы выйдем в среду. Будем в среду мы с 10.15 в речник ввести. То есть там на 45 минут раньше информация у вас будет. Удачных трейдов. Всего доброго. Хороших вам выходных. Прекрасно отдохнуть. На следующей неделе будет очень интересно. Успешных трейдов и инвестиций. До 10.15 в среду. Редактор субтитров А.Семкин